Запевает только Настя. Понятно? А потом вы уже начинаете... Деть нужно погромче, потому что я вас вообще не слышу. Сделать все грамотно, не ударив грязь лицом перед конкурентами и членами жюри. 24 октября учащиеся двух Суходольских и одной Серноводской школы приняли участие в записи марша к параду памяти, который пройдет 7 ноября в Самаре. Второй год подряд мероприятие будет организовано в формате онлайн, но это вовсе не означает, что готовиться к нему можно спустя рукава. Сильно сегодня злилось, когда после первой попытки все шли просто не в шаг? Злилось сильно, потому что мы сегодня пришли на час пораньше, чтобы порепетировать. Мы порепетировали, у нас все получилось более-менее нормально, но, конечно, еще ребятки у нас были сонные и получилось не все сразу. Репетиций участников было не так много. Сроки подачи заявок поджимают, к тому же ковидные ограничения внесли почти неразбериху. Тем не менее, ребятам понадобилось всего несколько дней, чтобы строй стал ровным, а шаг четким. С места, строевым шагом, марш! Строевая подготовка требует времени, поэтому в сжатые сроки все, что могли, мы сделали. Какую бы оценку сегодня поставили по пятибалльной системе? Оценку четыре. Было бы время побольше, то я думаю, чтобы мы бы сделали все идеально. Я всегда детям своим ставлю оценку «отлично», как бы они ни проходили, но они все равно старались, они от всей души. Парад памяти в этом году состоится в одиннадцатый раз. Он посвящен историческому событию, прошедшему 7 ноября 41-го года. Тогда в Москве, Воронеже и Куйбышеве прошли парады в честь Великой Октябрьской революции. После них солдаты сразу отправлялись на фронт. Прикоснуться к истории – почетная миссия. Серьевская команда не в первый раз принимает участие в параде. Командир коробки Анастасия Курбанова знает, что это такое – маршировать по площади Куйбышева. Конечно, это вообще незабываемо. Это очень волнительно. Это очень интересно. Конечно, те эмоции, которые мы переживали там, на площади Куйбышева, здесь мы таких эмоций не получили. И тем не менее, чувство ответственности у ребят зашкаливало. Все понимали, они не только представляют свои учебные заведения. Но и весь Сергиевский район. Ровный строй, отточенный шаг, яркое завершение. Теперь запись будет отправлена в Самару, где будет продемонстрировано 7 ноября во время онлайн-трансляции праздничных мероприятий. Дмитрий Зурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Как настроение вообще? Все прекрасно. Мы отходили, нам все равно нравится. Мне нравится. Ей все нравится. Домой хочется.